Нужно встать в Аручку, позвонить в колокольчик и желание сбудется. Илона, закатывай. Главное много-то не загадывать. А в торжественную с моментом. Илона, тебе, наверное, второе желание светит. Мне надо это... Сейчас Илона еще сниму, я фотку забыла сделать. Илона, тебе фотку сделаю. Видео-то снимается, ну давайте, да. Прям такая серьезная. Иначе больше не нажимайте на эту кнопочку. Видео, он снимает, а фото... Я уже не знаю, что такое. Не знаю, что такое. Много-много путешественного. Он согласен. Он не хочет... Он не хочет звонить, чтобы не было много путешествий. Спасибо большое. Идем дальше. Илона согласна. Да, ну ладно. Всем ремеслам, отец. А, вот здесь вы видите сцену у нас. Да, тоже. В 20-м году мы выиграли премию признания главы Удмуртской республики. У нас проходил конкурс Даур-100. Определяли 100 лучших мест Удмуртии. Наш кузнечный музейный конкурс вошел в сотню лучших. Занял второе место. О, классно вообще. Супер. Старину без кузнеца невозможно было обойти. Сначала ставили кузнецу в деревню, а потом в дневнице. Сначала сознают. Здесь у нас скобяная лавочка. Старину до революции в городах и в районах центров больших были обязательно скобяные лавки. Что же в них продавали? Цепи, замки, затворы, запоры. Можно было купить и весы, можно было и гири прикупить, можно было и лопаточки, и корзиночки. То есть как кузмаги. Название скобяная лавка получила в честь скобы. Основные крепежные элементы при строительстве это скобы и гвозди. Были целые гвозди и гвоздильни, которые в огромных количествах, кроме скоб и гвозди, ничего не пускали. Потому что на стройку уходило все. Для того, чтобы можно было построить дом, плотники всегда обращались к кузнецам. Кузнецы изготавливали топоры, молотки, пилы, лезвия для рубанков и скобяные изделия. Например, если у кого-то в городе или в деревне на оборотах или на калитках появлялись вот такие интересные навесы, разбитые в стрелочку, в лепешечку, закрученные, щучий хвост большой, маленький или пробитый рисуночком, с точечкой, точечкой. Люди смотрели друг на друга, завидовали, брали продукты питания, корзиночку или монетки, шли к кузнецу и с поклоном просили сказать, что-то покруче, чем у соседа. То есть дух конкуренции. Зависть перед двигателем прогресса и торговли. Например, можно было сковать простую цепь, но кузнец брал побольше металла, красиво перекручивал. Получались такие вот цепи с замками. Сюда замок навешивали. Или вот такое. То есть это прототип современных золотых, серебряных цепочек, ювелирных, которые мы сейчас носим. Подсмотрели плетение старины. Двигаемся, да?